Приветствую вас в церковь, братья, сестры, друзья, в Доме Божьем. Благодарны, что мы пришли сюда, чтобы получить какой-то урок, поразмышлять о Слове Божьем, чему-то научиться взять это для себя. Но место самое первое, которое я хотел бы предложить, это Псалом. Самая длинная глава в Библии, Псалом 118, несколько стихов, 140 стих. И чуть-чуть ниже, два стиха ниже. Псалом 118, 140 стих. Давид пишет такие слова. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина. Высказывание одного из самых, может быть, великих или ярких примеров в Библии Давида, друга Божьего, он говорит, Слово Твое, оно весьма чисто. Мы будем говорить о Слове, брат уже напоминал. Так, апостол Иаков приводит его в пример, как зеркало. Я взял себе, вы, может быть, читали этот заголовок, чисто вибрейское зеркало. Тот пример, о котором сказал, или то высказывание, которое сказал Давид, Давид, смотря на него и понимая, он просто показывает нам, что человек – это понимание человека о Слове Божьем, самое первое. Мое понимание о Слове Божьем. Давид понимал, оно чистое, оно весьма чистое, оно истинное. Как я понимаю Слово? И второе, мое к нему отношение. Если я понимаю, что это Слово чистое, то что, какая моя реакция на это? Давид говорит, я возлюбил его. Не просто люблю, а возлюбил что-то глубже, что-то серьезней. И переходя, может быть, к нашему основному тексту, о котором мы будем размышлять, это послание Иакова, 1 глава, 22 стиха, и несколько стихов ниже мы прочитаем вместе с вами. Иакова, 1 глава, 22 стих. И мы посмотрим, попытаемся узнать, что же хотел Иаков сказать нам этим повествованием, или этим примером, или этой аллегорией. Начиная свое повествование именно о Слове Божьем, он говорит, «Будьте же исполнителями Слова, а не слышателями только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающими природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребывает в нем тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Он будет блажен в своем действовании. Еще одна заповедь блаженства, которую предлагает апостол Яков. Давайте мы вместе так порассмышляем. Итак, зеркало. Знаете, с этим предметом мы встречаемся в ВИКЗДе. В домах, на работе, в больнице, в машине. И они везде сейчас. Было время, почти 500 лет тому назад, если мы читаем историю возникновения этого зеркала, именно в таком виде, в котором оно сегодня у нас находится, оно было немножко по-другому. Я для себя выписал, что в настоящее время зеркало с точностью показывает то, что человек в нем видит. С точностью, детально. Все цвета, оттенки на сегодняшний день зеркало показывает. Но в то время, может быть, еще в 13 века, 12 века, когда не было, может быть, люди полировали какой-то металл, чтобы увидеть. До этого люди смотрели просто в воду, чтобы что-то посмотреть на себя. Но почему-то это привлекало. Человек хотел на себя посмотреть, хотел увидеть себя со стороны. Сегодня об этом даже можно не говорить, это всегда и повсюду. Человек утром встал, куда он идет? Конечно, увидеть, в каком он состоянии. Конечно же, это обычно наше дело. Интересно, еще одну заметку я для себя выписал, что так в физической жизни человек для самого себя, он имеет самое лучшее, может быть, и неискаженное зеркало. Человек не ставит у себя, может быть, в душе зеркало, которое изогнутое в одну или в другую сторону. Он не делает это. Может быть, да, пойти куда-нибудь в какое-то заведение, где эти зеркала стоят искажены, немножко улыбнуться. Но человек для самого себя этого не делает. Он не хочет выглядеть или сильно узким, или сильно широким. Он хочет видеть себя реальным, какой он есть. Это наша жизнь. И апостол Яков, он говорит, приводит этот пример, он ставит Священное Писание. Насколько реально оно? Как я его применяю? Куда я бегу? На что я смотрю? Этот пример. Самое первое предупреждение, которое делает Яков, он обращается к людям верующими. Он говорит в 22 стихе, «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только обманывающих самих себя». То есть, самообман. Самообмана к самому себе у человека нету, касаясь зеркала. Может быть, к другому человеку ради шутки он может это сделать. Ну, чтобы улыбнуться, посмеяться, сделать что-то такое веселое, к самому себе он так не будет относиться. Он хочет иметь самое лучшее, самое точное. Чтобы видеть себя в самом лучшем свете, чтобы обратить внимание на те недостатки, которые у него есть и, может быть, исправить. И пример, который говорит Яков, он немножко нереальный в наше время. Честно сказать, он даже немножко глуповатый, но апостол Яков показывает это, чтобы мы, мы с вами поняли, как люди верующие, куда же по-настоящему или как нужно смотреть об этом. И он говорит о человеке, который посмотрел на себя в зеркале. Интересно, он употребляет вот это слово «рассматривать». Рассматривать природные черты лица своего. Слово «рассматривать» означает осознательно сконцентрированный взгляд на определенный предмет, не просто мимоходом. Но человек пришел, посмотрел и начинает наблюдать за собой, смотря все свои недостатки. И другой пример говорит, что человек этот посмотрел внимательно на себя, повернулся и забыл. Значит, такого не бывает. Такого не бывает. Интересно, что человек, когда смотрит на себя в лицо и видя какой-то небольшой дефект, может быть, волос не так лежит, может быть, внешний вид не такой, как он бы хотел. И когда он идет на публику, когда-то в какое-то общество, вот эта мысль ему посылает дискомфорт. Он об этом всегда помнит. Он чувствует себя неудобно. Потому что он прекрасно помнит, какой-то есть дефект. Оно не дает ему спокойствия. Не дает. Это наша физическая жизнь. Знаете, я не знаю, я не встречал такого человека, который бы посмотрел на себя бы в зеркале, особенно утром, когда встал, немножко лохматый, он сказал, ну, ведь все окей, ладно, повернулся и забыл, какой он. Я таких людей не встречал. Может быть, вы увидели. Но человек, даже когда идет в какое-то общество, и когда он видит человека, который очень похож на него же, знаете, проходя мимо этого человека, он останавливается. Почему? Потому что он себя помнит, и он сравнивает себя с другим человеком. Если он похож, то он сразу понимает, этот человек на меня похож. И он не задает ему вопрос такой, если это его двойник, он не задает ему такой вопрос, может быть, глуповатый, говорит, «А где-то я тебя сегодня видел». Нет, он прекрасно знает, где он его видел. Он прекрасно знает, потому что себя он помнит. Он помнит свои черты, он помнит, как он выглядит, он помнит свою прическу, он помнит, в чем он был. Прекрасно помнит. Рассматривать и забывать – это бесполезное действие. Бесполезное действие. Это трата времени. Если человек посмотрел, уделил внимание, уделил время, забыл, это трата времени. Никакой пользы от этого не произошло. И он показывает, что тот предмет, который был, в нашем случае, зеркало, он просто не нужен. Он не нужен. Зачем он? Помните, оно сравнивается со Словом Божьим. Самообман. Знаете, еще одну категорию людей, которую я не встречал. Вот представьте себе, такой просто физический случай для представления. Что человек вместо зеркала или зеркал у себя в доме поставил чьи-то портреты. Заходит в душ утром, смотрит, портрет чей-то висит. Посмотрел он красиво. Вроде бы не лохматый. Ну, то, что не поворачивается, как бы, это окей. Пришел, может быть, в комнату, где у него слайдинг-дор в клозете зеркальная, там тоже этот же портрет. Ну, красиво выглядит. Вот я для себя бы такой пример бы задал. Ой, вопрос. Что бы я подумал о таком человеке? Если это делает человек серьезный постоянно. Я бы, наверное, так, ну, извините за это сравнение, подумал, что, знаете, у нас и в городе есть такие учреждения медицинские, куда человеку можно обратиться с таким дефектом. Нет. Человек не ставит картины, не ставит чей-то облик. Он хочет себя видеть. Знаете, но, говоря о нашей духовной жизни, к сожалению, мы часто ставим чьи-то портреты, и мы на них смотрим. К сожалению. В каком положении мы находимся? Такие вещи, как осуждение, зависть или наговаривание, негодование на кого-то. Знаете, этот человек в духовной жизни ставит портрет, и он на него обращает внимание, и делает выводы для самого себя. Бог к этому не приглашает и не призывает. Бог призывает тому, чтобы человек смотрел на себя в этом отражении Слова Божья. На себя. Интересно, я заметил такое, что насколько уникально именно Слово Божье. Что оно, может быть, как зеркало, оно показывает именно личность, которая к нему обращается. Оно не будет показывать кого-то другого. Если человек с чистым сердцем обращается к Слову Божьему, Бог ему будет показывать, какой он должен быть. Интересно, еще одну вещь я заметил для самого себя, что Слово Божье, оно живое и действенно. Это не бездушный, может быть, предмет, который висит в наших домах. Нет. Это живое и действенное Слово Божье. Хотя в послании к евреям оно сравнивается с мечом обоюдоострым. Но зеркало, оно тоже живое. Интересно, что оно показывает два отражения. Слово Божье показывает два отражения. Первое. Оно показывает, каким человек должен быть. И второе. Оно показывает, каким человек, какой человек на самом деле. Два отражения показывает. Такого зеркала мы не увидим. Когда человек подходит к физическому зеркалу, он смотрит на него, и он самооценку делает сам себе. Я хочу выглядеть так или и так. Но Слово Божье, оно показывает совсем по-другому. Оно показывает, ты должен быть такой, а ты еще вот такой. И вот здесь идет самооценка. И здесь идет правильное мышление. Потому что Слово Божье, оно живое и действенное. Как часто мы прибегаем, как часто мы прибегаем, сравнивая самого себя со Словом Божьим? Как часто. Но как часто мы смотрим на дефекты тех людей, делая самообман? Говоря, в той семье случилось то, не может быть, не такие самые лучшие. Друзья, человек себе делает самооценку. Не других людей он осуждает. Он себя ставит в сравнение. И он ставит этот портрет. Видя этот дефект других людей, он говорит, я не такой. Но он перед портретом стоит. Он не перед реальностью стоит. Бог призывает, говорит, убери, убери других людей. Убери людей, которые ошибаются. Которые, по твоему мнению, поступают не так, как ты хочешь или не так, как ты думаешь. А посмотри, какой ты должен быть. Посмотри на свое отображение. На свою личность. Иногда вот эти дефекты, осуждения, зависть, негодование, это как инфекция, которая, простите за это слово, немножко уродует наше тело. Мы становимся неправильными. Почему? Потому что мы неправильно к нему относимся. Неправильно. Мы не должны обманывать самих себя. Самообмана не должно быть. Реально смотреть. Апостол Иаков в этом контексте, он говорит, что человек, он должен в 23 стих «Ибо кто слушает слово и не исполняет его, тот подобен человеку». Само первое, это человек должен вникать в Писание. Второй человек должен сравнивать себя с Писанием. Не других. Себя. Оставьте других людей. Оставьте, может быть, навсегда. За собой смотрите. На свое отображение. Иногда мы должны сравнивать себя с такими примерами из Библии, брать вот эти черты нашего духовного человека, как для себя. «Я хочу быть похожими. Я хочу, чтобы мои черты были похожи на черты тех людей, о которых говорит Библия. Которых сам Бог поднимает. Сам Бог поднимает». И мало сегодня таких людей, которые сравнивают себя, например, с Авраамом. Будучи человеком, который имел удивительную, огромную веру. Огромную веру. И человек сегодня, очень мало таких людей, которые сравнивают себя с теми людьми. Их практически нет. Человек, который ради веры в Бога готов был лишиться самого драгоценного сына своего, которого ждал. Он поверил ему. Это черты нашего духовного человека. Никто себя не сравнивает с человеком без имени, но мы его просто называем добрый самарянин, который врага, который недолюбливал его. Он его так полюбил, что свои деньги отдавал ради него, чтобы человек выздоровел. Человек не сравнивает такие примеры для самого себя. Почему-то. В черты характера жертвенности почему-то человек не сравнивает себя с бедной вдовой, которая пришла в храм и отдала все. Человек не сравнивает себя с такими. Он не берет примеры, может быть, из Нагорной проповеди, где сам Иисус Христос приводил много-много примеров, записанные в Матфея 5-7 главы. Человек не ищет примеры для самого себя из послания к римлянам 12-й главы. Он не смотрит, может быть, на послание Тимофею, посланию к Титу и не сравнивает самого себя с этим, но сравнивает себя с другим человеком. Друзья, Писание призывает, не будет у вас самообман. Потому что человек такой, он будет выглядеть глупым в глазах других людей. То же самое, если человек вместо зеркала на себя смотрел на какой-то портрет, то же самое. Слово Божье, оно живое, оно действенное, и оно чистое, как говорил Давид. Люблю ли я его или нет? Я возлюбил его, говорит этот человек. Возлюбил его всем сердцем. К нему я прибегаю, через него я себя сравниваю, не с другими людьми. Тебе, тебе, единому, говорит Давид, тебе, тебе, единому, согрешил я. Он не сравнивает тебя с другими людьми, которые поступали хуже. Он говорит, ну я в принципе не такой и плохой. Нет. Он говорил, что есть. Бог показал ему, какой ты должен быть. Друзья, Бог хочет показать, какие мы должны быть. Слове Божьем должны искать. И это он говорит такие слова. Но кто вникает в закон совершенности, закон свободы и пребывает в нем, исполняет его, тот, будучи не слушателем, не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела. И дальше он будет блажен будет в своем действовании. Бог благословлять будет. Успех будет. Благословение будет. Благодать Божья самого Бога на человеке будет находиться. только если человек на Писание будет смотреть правильно и на свою жизнь. Да благослови нас Господь, размышляя, помня эти уроки, сравнивать себя не с теми картинами, не с теми пейзажами, не с теми портретами, но вникать в это живое и действенное зеркало, которое мы называем Слово Божье, и с Ним себя сравнивать. Аминь. Давайте мы помолимся.